Сегодня украинский премьер Яценюк озвучил решение правительства, которое в очередной раз приведет к напряженности в российско-украинских отношениях. Теперь самолетам российских авиакомпаний, в том числе Аэрофлоту и Трансаэро, запрещено летать на Украину. Отмечу, что большинство пассажиров, которые пользуются услугами этих компаний, вообще-то украинские граждане. Санкции активируются 25 октября. В Минтрансе России уже сообщили, наша страна будет вынуждена принять зеркальные меры. Сериал про тещу и ее кривого зятя продолжается, а табло в аэропортах уже нужно изучать внимательно. Отмены рейсов начались. Репортаж Юлии Ольховской. Российские авиакомпании совершают рейсы в крупные украинские города. Киев, Одессу, Харьков. При этом на онлайн-табло аэропортов Одессы и Харькова сегодня вечером уже появились сообщения об отмене завтрашних рейсов Аэрофлота и Трансаэра. Как прилетающих, так и вылетающих. Ситуация странная, поскольку сегодня украинская госавиаслужба сообщила, что полеты должны быть прекращены только с 25 октября. Информация об этом размещена на сайте Министерства транспорта. Почему отменяют рейсы, запланированные на 26 сентября, не ясно. Своим решением украинский Кабмин расширил санкции на прошлой неделе, утвержденные президентом Порошенко. Мы принимаем решение запретить полеты российским авиакомпаниям, в первую очередь аэрофлоту, на Украину. Также запретить транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в том случае, если такие транзитные перелеты осуществляются с грузами военного назначения, двойного назначения или с российской военной живой силой. Нечего делать российским самолетам с российскими триколорами в украинских аэропортах. При этом не ясно, что означает оговорка украинского премьера. В первую очередь, помимо аэрофлота, запрет будет наложен и на полеты других авиакомпаний. Разъяснений от Кабмина пока нет. В любом случае, большинство рейсов украинские города выполняют именно аэрофлоты Трансайра. Только за один сегодняшний день у этих авиакомпаний в общем запланировано 9 рейсов в Киев, 5 в Одессу, 1 в Харьков. Все полеты пока проходят по графику. Никаких уведомлений от Украины в российской госавиаслужбе не получали. А в Министерстве транспорта уже предупредили, Москва готова к зеркальным мерам. Мы понимаем, что это приведет практически к остановке, полной остановке авиасообщения между Россией и Украиной. И, конечно же, пострадают пассажиры, в первую очередь украинские граждане, которые в большей мере используют этот вид транспорта. Но мы вынуждены на такие неадекватные действия, не соответствующие никаким международным заключенным соглашениям между нашими странами, эти контрмеры принять. Принятое сегодня в Киеве решение уже не первое на пути осложнение отношений с Москвой. Украина уже запрещала въезд в страну мужчинам-россиянам призывного возраста, прекратила транзит поездов, следующих в Крым, продолжает продовольственную блокаду полуострова, ограничивает торговые связи предприятий Украины и России. При этом никогда ранее Россия не прибегала к контрсанкциям. Сегодняшнее решение Кабмина отнюдь не порадовало самих пассажиров. В семье Еременко муж Киевлянин, жена москвичка, живут на две страны. Мы часто летаем, отмена перелетов из Киева в Россию, это будет катастрофа для миллионов жителей, которые летают ежедневно. Будет очень тяжело, очень много сложностей на пути будет у людей. Особенно если с детьми с четырьмя, как у нас с Данилом, летать, то это невозможно будет. Перелеты это ближайшая связь с родственниками, с работой, поэтому чушь абсолютно. А сколько таких людей, похороны, ну всякое, правильно? Пока остается неясным, самый главный для пассажиров, попавших под санкции авиакомпании, вопрос, что делать с уже купленными билетами. Вот как ситуацию прокомментировали в Аэрофлоте. Как только и если Аэрофлот получит официальное уведомление от авиационных властей Украины, Аэрофлот оповестит пассажиров об отмене рейсов и разъяснит правила возврата денежных средств за ранее приобретенные авиабилеты. Можно ли будет авиабилеты на российские рейсы обменять на билеты украинских авиакомпаний? Об этом пока информации нет. Вот какие советы пассажирам сегодня дают юристы. В случае отмены полета, связанным с какими-то внешними обстоятельствами, будь то теракт или политическая воля другой страны, или еще какие-то условия, при которых авиакомпания не способна выполнить свои обязательства, человек может обратиться к исполнителю, к авиакомпании и получить свои деньги за билет полностью. Руководители украинских аэропортов, видимо, предвидели, что решение о полном запрете полетов российских авиакомпаний может быть принято правительством. Глава совета директоров столичного аэропорта Жуляны уже посчитал убытки. В случае ухода российских перевозчиков воздушная гавань потеряет 30% доходов. Летая к нам три раза в день, Трансэра платила аэропорту около 7,7,5 миллиона гривен в месяц. При этом планировали увеличить количество рейсов до пяти. Если санкции будут применены, эти деньги наши предприятия недополучат. Соответственно, бюджет Киева теряет 2,5 миллиона гривен налогов ежемесячно. Помимо решения в отношении российских авиаперевозчиков, Кабмин сегодня также утвердил запрет на использование в госучреждениях программного обеспечения производства российской компании «Лаборатория Касперского». Яценюк потребовал от госорганов срочно избавиться от соответствующих программ. Кроме того, компании, которые находятся в утвержденном Порошенко на прошлой неделе с инкционом списке, отныне не смогут участвовать в госзакупках. Первый канал Киев. 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 Киев.